Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна и в этом видеоролике будем делать первый полив вот этой орхидеи. Как, наверное, многие из вас уже помнят, то это детка от пышно цветущей орхидеи, с которой я здесь на аватарке. И мы ее не так давно с вами отделяли от материнского растения. У этой детки были очень длинные воздушные корни, такие длинные, что нам пришлось их посадить вот в такую пластиковую емкость, которую я сделала из литровой бутылки. Я отрезала практически только горлышко и вот пришлось посадить из-за длины ее корней вот в такую емкость. Ролик, который назывался отделение и пересадка, вышел 9 января на моем канале и я оставлю ссылочки в описании, чтобы кому интересно могли пройти и посмотреть, как это было с самого начала. Ну а сейчас я вставлю небольшой фрагмент для того, чтобы напомнить, как проходила эта процедура и как выглядело это растение. И вот здесь я просто-напросто, вот здесь идет цветонос такой загогулькой, вот так, чик, вот он исторический момент. Вот сейчас я дальше извлекаю всю эту внутренность. Вот таким образом, посмотрите, наросла вот такая корневая система. Сейчас я уберу, это обыкновенный лесной мох, ничем он не обработанный, я в своих видео рассказывала. Использую этот мох для своих орхидей и все прекрасно. Вот, очень удивительно, конечно, такой момент, и он отчетливо как раз прослеживается именно вот на этом растении, когда летом этим корням было плоховато, они начинали съеживаться. Вот здесь, видите, было закукливание, вот такое пережатие получается. Но потом продолжили свой рост и, видите, стали расти более толстые, более жирные после вот этого момента. Таким образом, большая конструкция получилась. И посмотрите, вот такой воздушный такой получился, огромный воздушный карман. Не пролезла туда кора, но я и не буду ее пропихивать специально. Это все создаст благоприятные условия для роста корневой системы. Итак, мы с вами перенесемся еще немножечко в прошлое. И я напомню, что это же растение я показывала 26 января в ролике, где я рассказывала и показывала, что завелось в горшке у этой орхидеи. Я вот даже себе здесь на листочке выписала точные даты, когда выходили эти видеоролики. Для того, чтобы вы могли проследить, ну а также, кто только что присоединился, понять всю картину происходящего. Значит, 9 января это растение было отделено. 26 января я показала, что в посадке завелось нечто. И что с этим нечто необходимо делать для того, чтобы орхидея начала замечательно расти и развиваться. Давайте небольшой фрагментик тоже посмотрим для ясности. Вот таким образом выглядит, даже вот здесь на верхних кусочках тоже имеется. Вот она такая зеленая штука, синие и зеленые такие образования, скопления. Думала, что камера не выхватит, но на самом деле она видит лучше, передает лучше даже, чем видит мой глаз. Вот думаю, вам будет понятно, что сейчас происходит в моей посадке. И я этому очень рада. Почему? Потому что, во-первых, гриб триходерма является хищным грибом и борется с болезнетворными, негативными для орхидей и других растений, грибами и бактериями. После того, как появилась триходерма, начинается очень активный рост корневой системы. Вот хоть и это растение было пересажено совсем недавно, мы его с вами пересаживали с активными зелеными, очень длинными кончиками. Но на данный момент эти кончики, можно видеть, что они закуклились вот таким образом. Но сейчас триходерма сделает свое дело. Она активизирует посадку и корни орхидеи пустятся в рост. Но на тот момент поливать было еще рано. Как вы все уже увидели, кора, в которую мы делали посадку, предварительно была замочена. А корни орхидеи были, так скажем, воздушные, как мы их все называем, атмосферные. Росли они у этого растения без малейшего контакта с водой. Я никогда не опрыскивала эти корни. Выросли они сами по себе и были с активными кончиками. На данный момент давайте посмотрим повнимательнее, что же происходит с этой посадкой. И в первую очередь я вам хочу продемонстрировать, как посадочка, кора в этой посадочке от самой вершинки и до самого низа замечательно просохла. И как я говорила в своем видеоролике о 26 января, вот эта просушка, она как раз и сделала свое дело с теми грибами, да, с той плесенью, так ее назовем, которая появилась на коре. И которую так многие из вас боялись, писали мне в личные сообщения, что с этим делать. Собственно, поэтому по вашим вопросам, по вашим просьбам я и делаю видеоролики. Но все-таки мне хочется довести до конца и показывать всю историю, связанную с этой орхидеей, пока она находится у меня. Ну и к тому же это прекрасный пример для того, чтобы показать и продемонстрировать. Вот мы видим, что вся кора просохла. Ну здесь вот самый нижний кусочек, чуть-чуть незначительно он такой увлажненный. И как можете наблюдать, никакой плесени больше не наблюдается. Ну кое-где вот камера сейчас выхватывает, как и в прошлый раз даже лучше, чем видит мой глаз. Ну в принципе, вы видите, картина здесь такая сошла на нет с этой зеленой плесенью. И в принципе, все выглядит чисто, корни сухие. Вот такая посадочка. Вот так, можно сказать, очень долго я храню эту орхидею и не поливаю. И сегодня 12 февраля. А это значит, что с момента отделения этой детки, с момента манипуляций над этим растением, прошло больше месяца. Отделяли 9 января, сегодня 12 февраля. Орхидея хоть и была посажена в замочную кору, но посмотрите, как долго сохранялась влажность. И вот только-только орхидея готова. Готова к тому, чтобы я ее полила. Но я поняла это не только из того, что вижу просохшую кору, сухие вот такие серебристые корни, не зеленые. Я определяю полив по тургору листовых пластин. И вот сейчас, как я уже и поясняла в своих видеороликах, что есть несколько факторов, по которым я определяю готовность орхидеи к поливу. И в совокупности, вот все эти факторы, они как раз-таки мне и сигнализируют о том, что пора бы полить. Листики орхидеи на ощупь. Вот я примерно запомнила, какие они были при пересадке. Они были в очень хорошем тургоре. Сейчас они тоже в тургоре. Вы видите, что листик наполненный, на нем нет морщинки. Если вдруг кто-то зашел впервые, не пугайтесь вот этой проблемы. О ней я рассказывала. И есть подробные видеоролики на эту тему. Данная проблема, я считаю, что остановлена. Растет у нас здоровый листик. Вот он такой. И кому интересно, я оставлю ссылки в описании под этим видеороликом. Как я справлялась вот с этой бякой. Можете пройти и посмотреть. И вот на этой орхидеюшке, надеюсь, что все остановилось. И вот, значит, пощупав, ощупав эти листья, они мне напоминают такую консистенцию мягкого разогретого пластилина. Они податливые, пластичные. Но на вид, если их не трогать, они вполне себе листья как листья. И ничего не говорит о том, что орхидею пора поливать. Но, исходя из совокупности вот всех признаков, то есть хорошо просохший грунт, такие просохшие корни, и плюс вот податливость листовых пластин, говорит мне о том, что орхидею пора поливать. И вот сегодня настал тот момент, когда пришло время еще вам показать, что произошло в этой посадке с исчезновением этого гриба. Вот. И сегодня у нас вот такие очень радостные новости. Видите, корни после пересадки некоторое время были еще с активными кончиками. Но уже 26 января я вам показала, что корни закуклились. Корни закуклились, появилась триходерма. И я вам объявила о том, что когда триходерма исчезнет из посадки, то корни орхидеи активируются и запустятся в рост. И вот сегодня настал тот момент, я обнаружила вот этот растущий кончик. На других корнях я внимательно осмотрела, но пока что еще никаких сдвигов нет. Но я поймала тот момент, когда вот он только-только, вот этот прекрасный корешочек активизировал свой рост. Кроме того, вот эта вот триходерма, она влияет положительно не только на корни, которые находятся в посадке, но и на все растение в целом. И об этом мне сигнализирует еще один корешок, который появился. Сейчас я вам поподробнее покажу. Вот здесь отниму этот кусочек коры, который проклюнулся из самой шейки. Значит, в моей посадке создались те условия, которые помогут адаптироваться орхидеи и нарастить ей уже вот эти новые корни, которые прекрасно будут справляться с задачей питания орхидеи в полном объеме. Итак, в чем и состояло по большей степени моя задача, это не только сохранить вот эти корни, но и продержать орхидею на них до того периода, когда не вырастут вот эти, ну назовем их настоящие, да, корни, которые уйдут в посадку, и за счет них они уже будут более приспособлены к той среде, которая у нас создается в горшке. Но и эти корни атмосферные, которые никогда в жизни не видели прямого контакта с влагой, я тоже все время пытаюсь щадящим способом адаптировать. И сегодня у нас назрел первый полив. Сегодня я целый день занималась тем, что собирала снег, топила снег, занималась поливом, и вот, в общем-то, обнаружив вот такие новости, такую готовность растения к поливу, конечно же, тоже и записать видео я сегодня собралась. И здесь вот у меня как раз-таки и есть вот эта вот снеговая вода. Со снеговой водой я ничего не делаю, единственное, что я ее делаю тепленькой, вот так трогаю, чтобы руке было приятно. Но сегодня у меня есть вот такой прибор, все вы уже о нем знаете, и он прекрасно измеряет температуру. Давайте посмотрим, какая же температура приблизительно воды на данный момент, которая приятна моей руке, которую я буду поливать. И температура воды в районе 33 градусов, 33,1 здесь у меня показывает. Вот, теперь я хочу вам показать количество солей, содержащиеся в этой воде, чтобы продемонстрировать, что я использую действительно талую воду. Вот, показатели 12 единиц. Вот, ну, в принципе, талая вода от 10 до 30 единиц, это нормальное явление. Вот, сегодня у меня вода 12 единиц составляет. Первый полив я буду делать тепленькой водичкой, можно сказать, комнатной температуры. Сильной разницы нет, значит, и сильного стресса для этих корней не будет. А также малое содержание солей поспособствует тому, чтобы вода легче проникла через оболочку клеток корня, и не обожгла тот молодой кончик корня, который прорезался у этой орхидейки. Еще хочу соблюсти один момент, который мы с вами выяснили в результате очередного эксперимента. Того эксперимента, где я капала капельки воды на корень, и мы с вами определяли, за какое время и на каких корнях впитается капля воды. Каждый из вас сделал свои выводы, и я тоже сделала определенные выводы для себя. И один из тех выводов, которые я сделала, заключается в том, что как раз-таки вот такие корни, которые никогда не видели влаги, способны впитывать влагу довольно-таки быстро. А также мы с вами обсудили тот момент, который иногда бывает спорный. И вот разногласия в этом вопросе, они мешают новичкам определиться в том, сколько же по времени, допустим, если мы поливаем орхидею способом замачивания, следует держать в воде для того, чтобы ей восполнить необходимый дефицит влаги, чтобы корни не перемокли, и чтобы не последовало каких-то негативных последствий. Так вот, исходя из собственного опыта, я буду продолжать дальше проводить эти опыты, и делать определенные отметочки для себя. Ну а вас я все время приглашаю последить за моими экспериментами, и тоже, возможно, сделать для себя какие-то выводы. Ну а все в совокупности нам это поможет в выращивании этих прекрасных, замечательных растений без потерь, и как можно более легкими способами. Так, приступим к самой процедуре. Вода чистая, теплая, и, конечно же, первый полив я сделаю методом заливания, так как посадка у меня закрытого типа, то есть сливных отверстий в этой емкости нет, но я хочу увлажнить корни для того, чтобы этот веламен подружить с влагой. Все-таки этим корням рано или поздно, хотят они или не хотят, им придется свыкнуться с тем, что мы будем здесь делать более повышенную влажность, чем они привыкли жить, да, в какой влажности. Ну, собственно, я заливаю воду. И данная посадка будет стоять 10-15 минут. Это самое оптимальное время, которое я определила, именно вот для таких корней. За это время веламен полностью увлажнится таким образом. Посмотрим, как увлажняются корни. Увлажняются не только корни. Вот видите, как постепенно начинает веламен впитывать влагу, начинают выходить пузырьки воздуха из кусочков коры. Таким образом, мне очень нравится наблюдать. И через 10-15 минут я влагу всю полностью солью. Этого времени должно быть достаточно для того, чтобы увлажнился и веламен, и корни, чтобы взяли необходимое количество влаги. А также увлажнится и кора за это время. Очень замечательно. Несмотря на то, что кора сухая, она очень хорошо впитывает воду. Вот этот кончик растущий. Тут преломление от изгиба бутылки, поэтому не очень удачно нам его тут порассматривать. Ну, в принципе, вот так очень красиво выглядит. Сейчас я засеку время. Через которое мы с вами будем сливать эту воду. Даже можно сделать еще один эксперимент. Замерить, сколько единиц, сколько PBM покажет TDS-метр. И при простых математических вычислениях из показателя вычислим 12 единиц, которые содержались в нашей воде, мы поймем, сколько ненужных каких-то частиц мы вымоем из нашей посадки. Так как из очередного эксперимента мы с вами выяснили, что при промывке коры или мха в этих компонентах находится тоже определенное количество солей. Ну что ж, прошло 12 минут. И я смотрю, что корешочки. Посмотрите, как орхидейка подтянула воду. Даже по этим вот, казалось бы, нерабочим на воду корням. Да, вот как я всегда говорю, наливаю водички на два пальчика. И как только я замечаю, что корешочки подтянули ее до самой шейки, причем здесь я не увлажняла. При поливе я попала немного вот на этот корешок. Видео было заметно. Но остальные корни, посмотрите, я не увлажняла. То есть корешки сами натянули влагу и вот таким образом увлажнились. Ну сейчас давайте сольем и посмотрим же, сколько частиц этих по большей части ненужных вышло в воду. Я сливаю все вот так до остатка. Лишней влаги не должно остаться. И вот таким образом посмотрим, когда же будет у нас второй полив. Вам интересно, как быстро во второй раз просохнет эта посадочка. Ну и посмотрите, корни не размокли. Но кора увлажнилась, а также веламен подтянул влагу к самой шейке. Так, цвет получился слегка такой желтоватый, как компотик. У меня фон, стол такой желтоватый, поэтому плохо видно. Все равно за 12 минут цвет воды изменился. Практически с прозрачного на вот такой желтоватый. Как будто яблочный компотик такой. Давайте посмотрим, что нам покажет приборчик. Так. В принципе, циферки такие приемлемые, очень хорошие даже, я бы сказала. Всего лишь 26 единичек. То есть посадочка у нас практически чистенькая, без солевых отложений, без солевых залежей, но это и не мудрено. Во-первых, посадка свежая, мы еще не вносили никакие удобрения, а я не советую удобрять орхидеи только что пересаженные. Орхидеи вот с такими, с воздушными корнями, которые никогда не имели контакта, с водной средой, с питательной средой. Орхидеи с неразвитой корневой. Орхидеи, которые еще не прижились в посадке. И главное, никогда не пытайтесь спешить с удобрениями. Орхидея это такое растение, которое может расти и так, без внесения удобрений. Удобрение это не главная составляющая и вообще не является той составляющей для того, чтобы орхидея прижилась в посадке и как можно быстрее росла. Когда я буду делать первое удобрение этой орхидеи, я обязательно вам покажу. И это тоже будет в формате эксперимента. У меня есть очень интересные идеи, которые для себя я уже воплотила. И мне хочется очень много вам показать. Ну а сейчас орхидейка отправляется на свое место, туда, откуда я ее и взяла. Напомню, орхидея росла на материнском растении. Это было окошко без досветки. Но после того, как я ее пересадила в данную емкость, орхидея переехала жить на полку под досветку. И в тот момент, когда в зимние месяцы она получала очень мало свет, потому как на окне у меня не организовано никакой досветки, там орхидеи живут на естественном освещении, что позволяет цветовой день в условиях зимы. Но после пересадки это растение я поместила на полку, где, конечно же, ему был обеспечен более длинный световой период, что позволяет растению запустить ростовые процессы и адаптироваться в новой посадке как можно быстрее. Вот на данный момент это было самое важное условие. Соблюсти температурный режим. Но в той комнате он не очень-то сильно колеблется. В пределах одной комнаты складывается примерно один и тот же температурный режим. Может быть плюс-минус пару градусов, потому как все-таки орхидея росла у окна, но не стояла на подоконнике. Она росла в подвесе на материнском растении. Так что я считаю, что в температурном режиме разницы существенной особо не было. Ну а вот по освещению, конечно же, я и обеспечила лучшие условия, которые обеспечат растению хорошую приживаемость и запустят ростовые процессы. Ну а на этом я свой ролик заканчиваю. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видеороликом в своих соцсетях. Если не подписаны, подписывайтесь на канал и не забудьте оформлять колокольчик. Это уведомление о выходе моих новых видеороликов. Вы не пропустите самое интересное и будете в курсе событий первее всех.